Зимний сезон в новом городке прошел в штатном режиме. Перебоев с тепло- и водоснабжением не допущено. В первую очередь, благодаря ремонту, который был сделан на газовой котельной и водозаборном узле. Именно с них и начал инспекцию бывшего военного городка Андрей Иванов. В целом, глава района увиденным остался доволен, но без замечаний не обошлось. По котельной есть определенные еще замечания по качеству, еще не благоустроена территория, не закончена строительная работа. Надо дожимать, довести до конца. На водозаборном узле с момента передачи военного городка на баланс района заменили насосные агрегаты на скважинах, отремонтировали трубопроводы, установили новое остекление в планах приобретения станции обезжелезивания. В июне на встрече с губернатором Подмосковья жители нового городка просили построить детский сад. Тот, что сейчас работает в поселке, находится на первом этаже жилого дома и не может вместить всех желающих. Но построить новое здание для дошкольников внутри городка оказалось невозможно. Уровень шума от самолетов превышает действующие нормы. Из сложившейся ситуации есть два выхода. Перепрофилировать уже построенные здания или найти земельный участок, который не входит в санитарно-защитную зону аэродрома Кубинка. Рассматривать будут и тот, и другой. В 2017 году амбулатория нового городка должна заметно преобразиться. Причем в планах не только капитальный ремонт здания, но и оснащение медучреждения современным оборудованием. На втором этаже появится дневной стационар, которого, по словам местных жителей, им очень не хватает. Там блок процедурных, баллад, внутримушечные внутривенности. Это то, что намочено. А здесь диагностические и кабинеты приемных. Строительные работы в амбулатории должны начаться уже в мае и продляться около четырех месяцев. Капитальный ремонт жилых домов – то, чего жители бывшего военного городка ждали слишком долго. Крыши текут почти в каждом доме. Почти в каждом. Это в первую очередь надо делать. Потом трубы у нас ржавые. Но тут зимой у нас в декабре делали трубы. Вот тут по той улице нашей делали, протянули, пластмассу положили. Но сейчас уже, видимо, нарыли там все такое прочее. Привести жилые дома в порядок – одна из первостепенных задач, которую начнут решать уже в этом году. При этом подход к работам будет комплексным. Наше стремление – подходить комплексно. Не делать в этот год подъезд, а в следующий – кровлю. Если уже заходить на дом, то делать его комплексно. И мы стараемся именно такой концепции придерживаться. За девять месяцев, прошедших с передачи нового городка на баланс муниципалитеты, были благоустроены два двора. Территория вокруг этого дома полностью закончена? Да, полностью закончена. Заменена асфальтовая часть, сделана парковка на 40 машин на место, сделана тротуарная дорожка. В ближайшем будущем благоустройство еще трех дворовых территорий, а также создание парковой зоны и установка детских площадок. Выявленные в ходе инспекции недостатки, в том числе наледь и ямы на дорогах, глава района обсудил на выездном совещании с ответственными лицами. Есть изменения, мы их видим, видят это жители, но, конечно, еще не до той степени, чтобы мы могли поставить себе галочку, что здесь жизнь наладилась, и люди счастливы, довольны той территорией, в которой они проживают. Еще работать и работать. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.